Статистика говорит, что в Венгрии наибольшее количество людей, которые не очень хорошо относятся к евреям. Так вот, пришли туда генетики и проверили генетически, что там происходит. Они утверждают, что там проживает самое большое число носителей еврейских генов по отношению к численности населения. У них самая большая доля еврейских генов после Израиля. И в два раза больше, чем в США. Это все равно, как если бы у этих людей одна бабушка или один дедушка были евреи. Вам не поразительно, что носители еврейских генов являются большими антисемитами, чем другие? Естественно, нет. Это абсолютно понятно. Почему? Во-первых, он не знает, что он еврей. Во-вторых, среди евреев есть больше антисемитов, наверное, чем среди любого другого народа, который не любит себя, ненавидит себя за то, что они такие, только не могут никуда выскочить своей шкурой. И поэтому он является в таком виде противостояние Творцу. То есть Творец хочет от нас другого. Да, в таком виде это государство существовать не может. По законам природы. Чего хочет от нас Творец и чего хочет от нас все человечество? Творец и все человечество хотят от нас только одного. Чтобы мы достигли правильного состояния, подобия Творцу, правильного взаимодействия и равновесия со всей природой. Показали бы это и научили бы этому весь мир, что значит, мы должны создать из себя такой народ, который будет находиться во взаимных свойствах любви, полной связи между собой. В таком случае мы будем подобны не природе нашего мира, а природе высшего мира. И она сможет через нас проходить, проливаться на наш мир. И тогда все народы мира, а затем и вся природа животная, растительная и неживая, получит эту высшую оживляющую силу. Без нее мир просто будет чахнуть, пока не взорвется и не исчезнет. На самом деле это все согласно истинным духовным, то есть законам природы. Духовным имеется в виду не эгоистическим, а построенным на свойстве отдачи. Вот это мы должны миру дать. Не дадим, мир будет инстинктивно требовать от нас. В ближайшие годы от нас полностью отвернется Америка. Европа уже давно желает просто, чтобы мы исчезли. И таким образом у нас не останется вообще ничего и никого. Не можем мы продолжать существовать в том виде, в котором существуем. Это народ, который не в состоянии даже подумать о том, что он должен быть другим. Его гордость, заносчивость, самомнение, тупость к своему предназначению, она просто превосходит все границы. Я не знаю даже, как сказать. Как сказано, жестоковыли, так и есть. Но ничего, ничего не взбудораживает евреев. Народа мира – да, а евреев нет. Тут вот и заключается, возможно, определенный шанс на спасение, что через народы мира, добрым путем и быстрым путем, может быть, они все-таки вынудят народ Израиля подумать о своей миссии. И тогда это и будет серьезная точка нашего правильного расчета с Творцом, что нам не на кого надеяться, а только на нашу связь с Ним. А связь с Ним мы должны будем выстроить правильно.